Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! В ситуациях учатся спасать жизни и сохранять самовладание в любой ситуации. Кроме того, они учатся применять на практике такие направления, как музыкальная и арт-терапия. С волонтёрами общаются эксперты с успешным педагогическим и практическим опытом – психологи, медики, профессора. И так как они будут работать волонтёрами, это им пригодится в их деятельности, так как они будут, возможно, работать с детьми, либо с людьми старшего поколения, то через творчество, через реализацию какого-то творческого потенциала своих подопечных, они смогут снять их эмоциональное напряжение, поможет им восстановить диалоги. Одно из основных направлений фонда «Под флагом добра» – благотворительные футбольные матчи. Смена в «Орлёнке» не исключение. Подготовка к матчу началась заранее. Традиционно спортивное мероприятие сопряжено с творчеством. Так сейчас волонтёры придумывают флаг в соревновании. Свои наброски они делают в мастерской «Аллеи мастеров». Мне он понравился, потому что тут изображён и футбол, и мяч, и футболисты, все ясно и понятно. А здесь придумывают футбольную форму. На занятии преподаватели предлагают не ограничиваться традиционными вариантами, а подключить творческую мысль, переосмыслить этот вид спорта. Так, среди работ появляется футбол в космосе, футуристические матчи, игры под водой и многое другое. Мы немножко отошли от реальности и пофантазировали, как бы могло бы выглядеть, например, футбол в будущем. Ребята проявляют свою максимальную фантазию, им очень интересно, они с удовольствием работают. Главное событие форума под флагом добра – фестиваль «Футбол. Школа жизни». Участники меряются силами на футбольном поле, зрители с трибун активно поддерживают свои команды. Но главное – не спортивное зрелище, а опыт. Юные волонтёры в ходе смены научились организовывать и проводить такие благодарительные мероприятия. И мяч в ворота команда «Динамо» завивает колесников, Матвей ещё становится 1-1. По итогам встреч в старшей группе победу по пенальти вырывает команда «Вспышка». А среди младших победительницей становится «Торпеда». Ребята получают медали, кубки и грамоты. Мы надеялись, мы верили в себя. И пропустив первый гол, мы не отчаялись, мы не расстроились. Начали, наоборот, нагонять темп. И по игре мы выровняли. Уже когда забили первый гол, уже как-то стало пободрее, ещё появились силы. И второй как-то сам уже получается по инерции залетел. По итогам смены каждый из ребят получает сертификат волонтёра. Лучших участников в следующем году пригласят на региональные мероприятия Благодарительного фонда под флагом добра. Там мальчишки и девчонки на практике закрепят весь полезный опыт, который получили в Орлёнке. Ну, я считаю, это было очень полезно, потому что мне интересна вся эта тема волонтёрства. За это короткое время нахождения в Орлёнке мы научились создавать проекты по волонтёрству, помогать детям, узнали много чего интересного. Игорь Хворостянов, Алексей Кузьмин, Александр Баранов. Телеканал Орлёнок ТВ.